Комсомольское Целью создания искусственного водоема была постройка места отдыха для рабочих Иртышского химико-металлургического завода. Их МЗ уникальный, ныне почти разрушенный и забытый. Озеро стало излюбленным местом отдыха первомайцев. Здесь все лето купалось и рыбачило местные детвора. Ловили карасей, окуней и даже сазанов. Однако настоящей достопримечательностью стал водопад. Вырвавшись из рукотворного плена, по дну узкого оврага стремительно продолжает свой путь речка. Водопад, хоть и небольшой, перепад составляет всего около 5 метров, очень красив, но и он хранит свои тайны. На правом берегу водопада можно увидеть остатки каменного фундамента, сложенного из местного камня и заросшей травой отводной канал. Примерно в начале 18 века здесь стояла водяная мельница. Вот здесь хорошо виден обводной канал, фундамент. Вот она, та самая стена. Тут также есть еще остатки двух стен видны. К сожалению, ближе опуститься не получается. Тут овраг. Попробуем обойти. Эта стена находится от того фундамента, который я показывал первым, в метрах в 30 и чуть повыше. По всей видимости, это было какое-то служебное помещение, может зернохранилище или еще что-то подобное. История мельницы берет свое начало со времен образования Иртышской линии укреплений. Буквально в двух километрах находится село Барашки, когда-то образованное как почтовая станция Барашково. Плодородные земли и близость водного пути стали важным фактором в освоении Восточного Казахстана.